Говорит, а чё она у нас п***а? Это чё за БДСМ? Что тебе помешало, стать Шейк или Водяновой? Ну меня никогда не выбирали. Дайте ей котлетку, пусть успокоится. Меня заставляли худеть на проект. Чё надо с усами в кадре? Козловский моется в моей ванной. Если ты не пойдёшь на все условия, то ты вылетишь. Скочем носить, когда я в трусах. Куда ни целую, везде ж п***а. Не могла родить вчера, да? Мне удалили щитовидку после съёмок проекта Кодио. Ой, ну это было ужасно. Драматургии не было между вами? Ни химии, ни драматургии, ни ума, ни фантазии. Всем привет, я Георгий Вайщенко. Тот человек, который прошёл на кастинг «Фабрику звёзд 7», потом вёл новую «Фабрику» с Ксенией Сомчакой, ещё множество проектов за моей спиной. А сегодня в гостях у меня прекрасная, несравненная, потрясающая девушка-легенда модельного бизнеса, участница в ток-шоу, реалити-шоу, топ-модель по-русски. И ещё огромное количество проектов, о них мы сегодня поговорим. Маша Миногарова, 300 лет. Да, 35. Ой, мне же ещё 34, ладно. Привет, всем здравствуйте. Страшно, дорогие. Твои руки золотые, рабочие. Рабочие, мозолистые. Работа-работа уедена Федота, на меня. Что можно съесть в день съёмок, чтобы быть встроенной в кадре? Вау. Ничего. Можно ли назвать твой типаж модель из 90-х? Не думаю, нет. Я скорее Люмпин. Люмпин? Это что такое? Это модель из нулевых. Твой краснодарский говорок, твоя фишка, твоя изюминка? Я думала, что он у меня совершенно сумасшедший московский говорок уже много лет. Ну, наверное, это ДНК бренда. Что тебе помешало стать? Шейк или Водяновой? Мой рост. Серьёзно? Я слишком высок. Ну, я про это читал, но я бы не поверил. Мы про это поговорим. Все знают, что такое бодипозитив. А что такое бодинегатив? Изнурение себя, не давание себе спать, гуляние на вечеринках, не задумываясь о том, что с тобой будет впоследствии. Или, например, бездумное какое-то занятие даже спортом. Если ты не знаешь, что делать, тем выкручиваешь все свои суставы. Ишь, мне 35, я всё об этом знаю. Самая действенная диета? ПП. ПП и спорт. Ну, действенная диета, конечно же, это когда ты вот как раз таки бездумно себя уродуешь, и не ешь, и не пьёшь, и знаешь, ещё какими-то худшими средствами себя пытаешься очистить. Но это, конечно, путь в никуда. Самая лучшая диета – это правильное питание и забота о себе. Какая цель нашей встречи сегодня для тебя? Вспомнить всё. На самом деле интересная тема, и меня очень завлёк этот момент, что разговор о кастингах, о пробах – это действительно очень большая часть моей жизни, и на самом деле очень такая печальная иногда, иногда обидная, иногда болезненная. Много было ситуаций, когда эти отказы приводили тебя, ну, знаешь, в состояние, ну, просто вот, не ладо ни с собой, ни с миром, и хочется каким-то своим опытом помочь, уберечь или хотя бы, знаешь, ослабить градус негатива от подобного опыта. Сегодня ты зарабатываешь больше на чём? Ты блогер, ты модель, ты ведущая? Ну, я могу сказать, что на данный момент в основной заработок мой – это телепроекты, это ютуб-проекты, и, в общем-то, то, чего нельзя называть, как мы будем в нашей социальной сети. И я могу сказать, что сейчас у меня как-то равномерно делятся эти три сферы. То есть, если раньше, в прошлые времена, конечно, сектор социальной сети был более таким, то сейчас я пришла в удобную и приятную для себя сбалансированную диаграмму заработка. Просто продажа курса. А чем сама себя больше ощущаешь? Знаешь, бывает такое, что заработок приносит одно, а ты такая, всё в душе ещё Джульетта. Ну, я себя чувствую ведущей, мне это нравится, я чувствую, что это моё, я себя чувствую ведущей, редактором, продюсером, режиссёром, потому что большую часть своих, собственно, проектов я создаю сама, либо это работа с телеканалом «Суббота» и с каналом «Пятница», и поэтому всё-таки, наверное, я сейчас уже в статусе ведущая. Меня даже расстраивает и огорчает немного, когда у меня всегда в Мариаме Нагарова модель-модель-модель-модель, ну, как бы… Когда же из этого амплуа мне выколыхну? Ну, дело не в том, что это плохое амплуа, просто, как бы, мне кажется, что данный статус, он требует какого-то подтверждения, собственно, измена. Да, у меня есть съёмки, у меня выходят какие-то оставшиеся в России журналы, прочие публикации, но я считаю, что всё-таки это уже какой-то, знаешь, прикладной статус. Твои проекты на YouTube и вообще в интернете, ты в них сама вступаешь уже как организатор всего. Там наверняка у тебя тоже есть какие-то кастинги, отборы, пробы, как ты вообще выбираешь людей на место заведущего в кадр. Это кто-то, кто по свободе, тот, кто рядом проснулся, тот, кто по рейтинговей. Честно говоря, вот все три подходят. Ну, изначально этот проект, который у меня есть на YouTube, это «Позавчерашние новости», я его люблю, я им горжусь. Честно говоря, это история, которая выросла из какой-то маленькой шутки домашней в проект, который, знаешь, закатировали ребята и в художественном мире. Там Космоскова выпускает статьи об искусстве в «Позавчерашних новостях», и художники стремятся к нам для того, чтобы мы поставили просто себе на фоне их чудесные работы, и соведущие тоже. Если раньше, да, там нужно было манком заманивать на какие-то плюшки знакомых и подруг, чтобы они пришли пошутить, то сейчас какие-то классные уважаемые люди из индустрии, как, собственно, было с Аленой Станиславной Долецкой, которая, собственно, сама, вместе с главным редактором, редакционным директором The Blueprint Александром Перепелкиным, сами пришли, сами принесли вещи. Дорогу нашли, да? Сами принесли вещи от «Шанель», сами сели в кадр, сами рассказали таких историй, которые, знаешь, нарочно не выдумаешь. Она благодать. Это очень круто, да. Поэтому я могу сказать, что отбор ведущих происходит без кастинга. Это всегда по наитию. То есть вот я сижу, смотрю там ленту скроллю и думаю, о, куруч, звоним. Почему так редко? Раз в месяц выходит? Или такой формат уже встал? А я сама монтирую. У меня так много других еще работ, что я не успеваю это сделать. Ну, то есть я уже много раз пыталась перейти к тому, чтобы монтаж делал кто-то другой, чтобы кто-то сделал это за меня. Но, к сожалению, только я понимаю свои шутки и своих гостей, вот в том варианте, в каком я хочу их преподнести. Поэтому мне нужно расписать все крупность, на которой это произнесли, подписать хэштег, с которым эта новость вылетает, подобрать картинки. Потому что я не знаю, как люди, монтажеры, вот ты говоришь, возьми картинку с показа Шанель условного. Вот выберет самую страшную, снятую со спины, на телефон 3310 Nokia, поверишь на домофон. Я говорю, ты что, крадешь эти картинки? Я не знаю, там тебя не давали. Богиня шопинга? Да. Куда она делась? Провалилась? Или был период? Нет, мы сейчас снимаем новый сезон. А, все, вы пока были в новогодней паузе? Ну, конечно, да, так плюс новые серии выходят. Как ты попала в этот проект? Ну, об этом мы поговорим позже, точнее, у тебя с ними контракты, я так понимаю, на какое-то время, лета, года или это сезонность какая-то? Ну, мы снимаем сезонами, да, то есть мы заканчиваем один и дальше смотрим, как все проходит. Честно говоря, я поражена и удивлена тому, как люди любят богиню шопинга. У меня была ситуация, когда ко мне подошла Ксения Соловьева, это редактор журнала Vogue, и говорит, ой, моя дочь так любит ваши шоу. Я думаю, у вас за вчерашние новости. Ой, мне так приятно. Да, богиня шопинга. Я не ожидала такого. И я очень, конечно, сама полюбила эту программу, я ее смотрю. Я люблю Грачева, я люблю Каграманова, мне нравится, как-то все происходит. Конечно, шоу оно жесткое. Девушки, которые у нас участвуют, они, конечно, для меня супергероини. Но они готовы, наверное, к тому, что... Я не понимаю, как они к этому готовы, но я их вообще люблю, целую, обнимаю, стараюсь никогда не жестить. Нет, ну, если она приходит, понимаешь, такая вся подчеркнутая, мурочитая, ты же должна зацепиться за все ее крючки, которые она развесила на себя. Я стараюсь найти. Пересиниться и тось. А я, может, люблю. А я вам, может, нравится. Может, она моя любимая. Может, она моя солнышко. Какие кастинги последние, если мы говорим о сегодняшнем дне, ты проходила недавно, может быть, сейчас находишься в каком-то периоде отбора, естественного куда-то. Честно говоря, я счастливый человек. Я все работы получаю без кастинга уже. То, с чего началась твоя карьера, твоя жизнь, откуда ты себя помнишь? Википедия о тебе говорит как о корреспонденте Краснодарского телеканала. Видимо, оттуда началась твоя будущая жизнь. Ну, я себя помню как кассира-операциониста в магазине Кельвин Кляйн. Намного больше, да. Я, когда училась в Кубанском университете на политолога, как мы все сейчас видим, я работала сначала кассиром, а потом в туалете, курилке. У меня, значит, встретила продюсер Анна Порублева, я надеюсь, она увидит это и порадуется. Она была продюсером краснодарской программы «Отдохни», где, значит, двое ведущих бегали по барам, ресторанам, в общем, блогерствовали и рассказывали, что они там ели и пили. И как это прикольно. Орел и решки по-каснодарски. На самом деле, да, загодя это все было. Это правда. Значит, у них менялись все ведущие, и она меня, значит, услышала, как я шучу и отпускаю какие-то веселые комментарии, и говорит, пойдешь к нам, ведущий? Я такая, в «Отдохни», это был топ, это был бы шаг. Погнали. Меня уволили через три серии. Ну, потому что я была, ну, давайте будем откровенны, у меня не было красивой одежды для того, чтобы быть ведущей. Я помню, как мне до... У меня были усы, а я помню, я пришла, мне говорят, что ты, что надо с усами в кадре? Ну, в наши дни, конечно, в эпоху бодипозитива. Это грело. Это, во-первых, это грех так говорить. Вот, а во-вторых, что... Я помню, у меня была самая модная майка тоже из магазина «Кельвин Клянг». Я работала со стразами, я прихожу, мне говорят, что она припорлась с растяжкой, стразкой. Это все подражает, потому что дороги были. В общем, не пошло. У нас, то есть, у меня не было ни опыта, ни в макияже, ни в маникюре, ни в красивой одежде. И тексты мне писали, понимаешь, я не сама от себя, что ты рассказывала. И получалось очень криво и топорно. И, в общем, да, ну, не сошлось. Ты, котенок, который не научился плавать в реврозу. Котенок по имени Гав. И я вышла оттуда, значит, в разбитых чувствах. И как-то вот ушла за бесплатно стажироваться на телекомпании «Краснодар» корреспондента. А там какие-то были отборы, просьбы? Вот, не было отбора. Можно было бесплатно работать и писать материалы, и все делать. И я, собственно, этим и заняла. Первый совет, идите куда бесплатный, куда ничего не требует. На самом деле, моя стажировка на Муз-ТВ, когда я работала корреспондентом позже, была точно такой же. Евгений Гуцал, теперь мой лучший друг, а тогда мой страшный сон. Страшный босс. Страшный босс. Я, правда, считаю, что под лежачий камень вода не бежит. Это вот моя главная установка, в принципе, в работе. Если ты чего-то хочешь, то ты просто идешь и делаешь. Не важно, сколько тебе заплатили в первый раз. Даже если тебе ничего не заплатили, войди ты в эту индустрию, пойми ты, что там происходит. Попробуй, сделай первый шаг. Не пытайся д**ть в систему и требовать, чтобы тебя сразу оценили. Ведь ты такой вообще невероятный. Да, это мое любимое. Еще и платите мне сразу миллиарды, миллионы. И сразу требования какие-то неожиданно появляются. После Краснодарского ТВ сразу, я так понимаю, идет топ-модель по-русски. Уезд на топ-модель был прямо оттуда. Как ты узнала? Как ты решилась? Короче, меня, значит, задолбало то, что я не могу стать моделью. Я всегда была в теле, такая крупненькая. И я пробовала много раз из Краснодара ходить на кастинги каких-то иностранных агентов, чтобы меня забрали за границу. Как Водянова? Ни разу. Это, собственно, агент Водяновой. Он и приезжал, собственно, я его и знаю. Он замечательный человек. Он все время очень странный просил делать тесты. Это типа, сядь, как будто ждешь маршрутку. Ты говоришь, сядь, как будто ждешь ребенка. Ну, это... Я уже очень много лет жду, когда мне это скажут. Очень много раз было отказано. Я, значит, закончила на том, что показывала вот халаты Бенетон в Мега Адыгея. По субботам, знаешь, такие вот показы. Но я поняла, что мне это нафиг уже не надо. И как бы я уже... Ты халаты переросла. И это все вообще не моя история. И я получаю сообщение. Нужно пойти для массовки на кастинг топ-модель по-русски. В ночной клуб Платину. И у нас по Краснодарскому... Это по городам сначала было. Да, это все ездили. Там же был... Это еще был дорогой кастинг. Обычно Москву всех собирали. Очень дорогой кастинг. Это были тысячи девчонок. Это был просто вот кастинг-сероссийский. Глобальнейший. У нас в этот Платину набилось, я не знаю, человек 400, наверное, только девочек. И я помню, что все очень хотели, все очень желали. А я уже преисполнилась. Я уже все в этой жизни поняла, как идущие к реке. Я пришла туда и думаю, ночной клуб, дискотека. Я говорю, дайте мне там выпить стаканчик. Я уже попила, что-то хожу, смеюсь. И ты понимаешь, они меня что-то... Я раз прохожу в следующий этап. Раз прохожу в следующий этап. Они что-то просили сделать? Нет, нужно было пройтись. Нас отобрали 5 или 6 человек из всех этих 400 девушек. И я, честно говоря, тогда вообще не поверила, потому что, ну, меня никогда не выбирали. Я вышла окрыленная, я вышла счастливая. Я сразу позвонила всем друзьям. Я еду на топ-модель по-русски. Меня все сразу начали называть Тайра. А потом они пропали. Кастинги пошли по городам. И мои друзья начали мне говорить, ну что, Тайра, не едешь никуда. Все, обосралась. У нас добрые люди в Краснодаре. Да они везде, ты знаешь, если честно. И я помню, как сейчас лето, жара. Я захожу в автобус, а это какой-то автобус вот с таким вот с вертолетным пропеллером вместо двигателя, который едет так ра-па-па-па-па-па-па-па. И я сижу на задней этой сиденье, на диванчике. И мне звонят московский номер. Я, алло, там ра-ра-ра-ра-ра. Я его отослышу, подождите. И они мне говорят, вы прошли дачу. Я, что? И, в общем, меня приглашают на кастинг в Москву. Это все. Это вышка. Как было мне страшно. Как мы ехали сюда с мамой. Была зима. Ты оплачивала, ну, билеты все сама? Конечно, сами. Вы оплачивала сама. Мы приехали сюда. Это было в модельном агентстве Point. Как сейчас помню, вы еще был Point. Это хорошее или плохое по модели? Я вас не разбираюсь. Агентство Point всегда было хорошим. Я потом в нем долго состояла, пока оно не перестало существовать. Ты его пережила. Она перестала существовать, как раз, когда я была в Милане. И мы не смогли заплатить деньги. Я понимаю, что это очень все интересно. Я приезжаю. С мамой? С мамой, да. Она тебя нервировала же больше, чем если бы ее не было? Нет, ты что? Я первый раз была в Москве. Я здесь ничего не знаю. У Краснодара нет такой погоды. Здесь холодно, страшно. Я еще ничего не ем. Я перестала есть. И мы ходим. У нас было только, знаешь, срезаться на шоколадницу в европейском. И я помню, мы сидим. Мама ест какой-то чизкейка. Я не могу. Я сижу, пью только зеленый чай, чтобы хоть как-то похудеть. Для того, чтобы меня взяли в эту передачу. Есть еще одна деталь. Я много лет до этого ездила на программу «Ты супермодель» с Бондарчук, которая была на СТС. И я тоже доехала до конца. Я доехала до сюда, до подиума, где была Светлана Михалкова, Татьяна Михалкова, Света Бондарчук. И, значит, мне говорят, расскажите о себе. И я ничего не смогла сказать. Я очень испугалась. И когда я ехала на этот кастинг, я думаю, ну, им как-то... Дважды, Мария. Я просто со входа дверь. На, я. Здравствуйте. Ля-ля-ля. Тры-ты-ты. Бубен, мед. Орехи, что? Клиент скорее жив, чем мертв. Короче, все очень сильно, ну, как бы, обалдели, видимо. Блин, ну, это прикольно. То есть ты прям запомнила, такой работ над ошибками проработала, что после того кастинга, где тебе что-то надо было сделать, ты такая, ага. Первый советик записываем, да, дорогие друзья, что если вы пришли на кастинг, если вы пришли на какие-то пробы, то не время стесняться. Плюсуйте, как говорится. Это не тот день, когда нужно, знаешь, ломаться, ну, скажи, не скажу. А еще, знаешь, есть такое стереотипное мнение, ну, в твоем случае, тем более. Ну, я же иду в модели, что мне играть на балалайке, зачем? Или я вот иду на голос, я хорошо пою. Значит, ну, поэтому такая проблема, что после голоса нет ярких звезд, потому что, ну, петь могут все. То же самое здесь, да, видимо, что, как бы, моделей много, но если ты идешь в шоу, где моделей учат и взращивают, то ты должна еще и кому-нибудь ударить, условно, там. Ну, это, конечно, лишнее, но есть такой момент, что даже та же самая Тайра в этой же самой программе всегда говорила, что важно для любого артиста, модели, человека, который себя репрезентует, стронг персоналит. Продать себя. Ну, вот ты, значит, уже приехала на второй московский кастинг с мамой. Мама тоже была там с тобой в очередях? Ну, мама со мной в очередях не стояла, но она была, она была рядом, да. Серым кардинал. Но она была у родственников на раскладном диване в то время. Вот, ну, очередь была длиннейшая, мы стояли 4 часа только под дверями агентства, чтобы войти вовнутрь, то есть такое количество было людей. То есть вы не чувствовали внутри проекта уже, знаешь, бывает такое даже на фабрике. А вот как будто бы за это и ходит охрана, там какие-то, значит, условно, кто-то по блату, кто-то может быть тут. Мне кажется, они хотели сделать какую-то вот крутую программу, и они вот отмели этот сегмент, потому что, ну, у нас там была та же Арина Перчик, которую я, честно, не видела. Которая сразу вышла из проекта замуж. Ну, она там, мне кажется, и была в отношении до этого. Ну, то есть, как бы у нас условно было, да, там... Точно, я вспомнил, про Перчик ходила такая информация, что она типа такая там... Но Перчик, во-первых, красоты невероятные, стройненькая, худенькая, классная, заводная. Да, а если еще, условно, если... Вот меня это же всегда удивляло, если человек красивый, талантливый, там, ну, хорошо выглядит... Да. Если он еще имеет заплатить возможность, почему, как бы, нет, ну, условно? Я думаю, что они брали по типажам, потому что, смотри, ну, у нас была там мамочка, у нас была фанатичка, у нас была клоун-класса, всем привет, это я. У нас была богачка, у нас была неформалка, которая просто так на проект пришла, потому что спать негде было. Беременна в 16, ждуля. Да, 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 хрюля. Очень разнообразный, как бы, авангард личностей и типажей. И, как бы, платить кому-то для того, чтобы смотреть вот этот вот на постном масле, ну, никому не хотелось. Что просили делать уже вот на этом кастинге? Помимо того, что пройтись, может, анкету заполнять какую-то надо было? Анкету заполняем, фотографируемся сзади, спереди, сбором. А ты уже знала тогда свою рабочую-нерабочую сторону все вот эти нюансы, ракурсы? Слушай, я знала только одно, что в Краснодаре меня ни разу хорошо никто не фотографировал, и я грешила на них. Знаешь, ну, как говорится, нечего на зеркало пинять. И я очень рассчитывала на то, что это будет крутой уровень, и все будет хорошо. Здесь-то я точно получил хорошую фотографию. Абсолютно доверившись вообще всему, то есть так вот так сфотографировали, потом нужно было зайти и как-то весело рассказать о себе. Я помню, что я сказала, что я по пути сюда обнимала березы, пела песни группы Любе. Так хорошо у вас тут зимой, потому что в Краснодаре нет зимы. Они так удивились, конечно. Что была за анкета? Это какие-то заболевания хронические, психические, отклонения, страхи? Слушай, ну на самом-то деле, нас даже сводили, у всех взяли анализы. Это мой любимый вопрос, я всем его задаю, потому что на фабрике у нас их брали. На Доме-2, понятно, тоже люди берут. Там нужно больше расширенные. Да, но я не понимаю, как, например, там звезды в Африке, их тоже же увозят продаж на другой конец земли. А если у тебя аллергия на какие-то... Ну берут же. Нет, нигде не берут анализы, кроме фабрики звезды, ты мне сейчас сказала. И Дом-2, и про эту модель ты мне рассказала. Слава Богу, ведь вы какая-то одна школа. Я заходила туда со справкой. Я заходила туда со справкой. Ну потому что смотри, нам всем, во-первых, жить в одном доме, в одном месте, в одной ватной мыться, понимаешь, ну в двух, ладно. Вдруг эпилепсия даже, допустим, да, возник у человека неожиданно, никто в съемочной группе не в курсе, я бы просто испугался, охренел, или вдруг там надо как-то помощь срочно наказать. Или человек с жидофренией, там он, например, об этом скрывает, но очень хочет быть моделью. А потом с ножом, да, ночью встал и всех в доме пощикал. Ну вот такой вот мы анализы сдали, по анализам я прошла. Но это, кстати, вот, и получается, что в первый съемочный день вас тоже отсеяли. Половину, да, это было очень стрёмно. А вам говорили как-то заранее, вы чувствовали, вы с друг другом уже как-то общались, типа, ах, Люда, мне кажется, Машу уберутся или там Клаву? Нет, это было все по, это все было по результатам фотосессии в первый день. И этот момент, вот когда ты стоишь в этой огромной толпе, и есть 17 имен, которые называют, и там 30, которые не называют. И, значит, там такая-то, такая-то, и вот она бежит, и ты стоишь, думаешь. И когда называют твое имя, это, конечно, какой-то вообще просто, знаешь, манна небесная, и ты просто так, как будто воздухом наполняется легкий. Вот понимаете, насколько психологически, насколько вообще твои эмоции, твои чувства, все, что в тебе есть, раскачивает вот этот вот кастинг, выбор или не выбор. То есть, по большому счету, х**ть в нее любой кастинг. Но вот в секунду это как будто самое важное, самое главное, что с тобой только могло произойти. Вся ответственность рода на тебе вот в этот момент. Ты думаешь, если сейчас нет, то я опять вернусь туда, откуда я, где была. Ну, даже в этот момент ты не об этом думаешь. Ты просто думаешь о том, что, типа, я не смог. Типа, вот так я смог, а так я не смог. И, как бы, потом уже начинаются какие-то дополнительные, да, там, оценки о том, что я не смог построить карьеру, я не смог там пробиться в люди, я не смог уехать там из маленького города. Либо ты говоришь, да, пофигу, и все. Но это не мой случай. То есть, какие-то были вообще изначально критерии, они же изначально заявляли. Это же тогда еще не было знаменитого бодипозитива. Потом уже топ-модель плюс айт даже был какой-то сезон. Меня заставляли худеть на проекте, да, я была не в форме подходящей для этого. То есть, я еще из-за нервов начала там набирать вес, потому что нас там кормили кинокормом на площадке. Кинокормят, когда на съемочную площадку всегда приезжает Кейтерин для съемочной группы. Гречка, вареные макароны. Гречка, макароны, сосиски, да, очень все вкусно. Лазанью давали. Я, в общем, не брезговала, так сказать, с парой подходов к столику. И поэтому, конечно, я распухала на глазах. И мне еще, меня давило то, что из-за этого я могу вылететь. Все было очень по-честному. Все было очень по-правде. То есть, такие эмоции, как там, они снилось в этом доме, что меня выгнали во сне. Я открываю глаза, а я там сплю. Можно сказать, опять же, с сегодняшних дней, что вас члены жюри, педагоги, наставники, в том числе, булили. То есть, они могли тебе сказать, на этой неделе ты что-то там расплылась, оттекла. Тебе нужно работать над собой. Ну, риторика, честно скажу, вам изменилась за многие годы. То, что было в 2011 году и то, что мы видим сейчас, это 13 лет. Но это большой период, на самом деле, изменилась максимально. То есть, да, там у меня была история, что я, у меня была линия арка героя, что я, значит, я переживала, нервничала, я действительно переживала и нервничала, мне тяжело давалось этот проект. И я говорила, вот, что она, типа, кричит, что она ругается, дайте ей котлетку, пусть успокоится. То есть, это вот прям цитата прямая, вот, как бы. То есть, заедайте стресс. Ну, как бы, все было по-другому. Кастинг, ты прошла в проект. Мама все еще на кастинге находится, за кулисами ждет, пока скажет. Нет, нас отпустили. Нас отпустили, всех отправили по домам. И в третий раз мы уже приехали на саму съемку с анализами, со справкой. Нас поселили в гостинице «Космос». Ну, не отремонтированном этаже, хочу заметить. В таком советском антураже. И произошла первая серия. И, в общем-то, она уже есть в эфире. И там уже видно, как все это происходило. Жуть как стрёмно, я тебя вижу. А на неделю там, на сколько-то, да, отпустили вас? Сказали, собирать манатки, говорите родственникам, что вы... Три дня серия. То есть, заезд в гостиницу, поспали. С утра целый день фотосессия, что-то ходим, бродим, пишем синхроны. На следующий день выгон, загон, все. Ну, то есть, маму ты отправила в Краснодар потом? То есть, вы же снимались потом постоянно или... Да, 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 да. Нас на два месяца мы зашли в какой-то пентхаус съемочный на Шаболовке. Я до сих пор эту квартиру иногда вижу с улицы, смеюсь. А еще, это, видимо, какая-то съемочная квартира специальная. Потому что в ней потом снимали Духлес первый с Козловским. И я смотрю, Козловский моется в моей ванной. Потом, смотри, спит в моей комнате, думаю, что он курит на моем балконе. Ты была там раньше. Это вообще-то моя квартира, Даня. Контракт. Когда вам его подсунули, в какой момент, какие там были условия, читала ли ты или как мы, села в гостинице, открыла на первой странице, а потом такая, ну, там еще 150, можно не читать. Все, что я помню из контракта, на самом деле, это только то, что я не могу писать мемуары 5 лет после этого почему-то. Или какие-то, где давать какие-то интервью или что-то еще. Был такой пункт. Он меня никак не смутил. А 5 или 10. А в любом случае уже прошло. Расписалось. Печать поставили. Забрали. Вот единственное, за что до сих пор не забуду, не прощу. У меня тогда был айфон уже по-модному. У меня был айфод тач, такой же, как айфон, пластмассовый, с лучшей подборкой музыки на земле. Все украина. Оба. Я прям вышла к этой передаче без связи. То есть ты сдала телефон по просьбе редакторов, вернулась ли их, и его нет. Техники. Стоп. Смитута. А там получается по контракту, то есть вам ничего не платили, там денежных призов никаких. Там была, я помню, что обложка, контракт с модельным агентством, обложка Космополитен в итоге это оказался Космополитен Бьюти. Юридически все так. Хорошо, не сай. Да. И какие-то еще такие коврижки. Или рубрика «Невеста недели». Ну, типа, да. Анекдот. Девушка рассказывает анекдот. Вы, получается, все это время до Нью-Йорка жили в гостинице «Космос». Или куда-то. А, квартира. В общем, мы на постоянку жили там, и два месяца они выходили оттуда. А какие вещи вы забрали бытовую технику? Телефоны, связи, а что-то еще нельзя было? Или можно колючие и режущие, как самолет? Все было можно, только это не было нельзя. Мы, в принципе, мы ходили в магазины внизу, в стекляшку. То есть, в гипермаркет нас не пускали. А вот там можно было купить себе какой-то пончик, какую-то шоколадку. Запрещенку. Никуда мы не выходили, кроме съемочных площадок, на которые мы выезжали. Нас туда, обратно, туда, обратно. И, конечно, это немножко дало отпечаток, потому что когда-то два месяца, ну, самоизоляция, помнишь? А насколько ты сейчас можешь оценить опыт участия в том проекте? Насколько он выполнял свою функцию по обучению моделингу? Или это, ну, ты сейчас понимаешь, что это шоу, где вас перевозили из точки А в точку Б, где вы там пофоткались, ну, и советы получали только вот так, сфоткай еще вот так, мне нужен кадр такой. Ну, ты прав. Я надеюсь, что все-таки тот контракт уже отыграл свою десятилетнюю мощь. Это шоу, это телепроект, все заточено на телевизионную съемку, конечно, никто с нами не занимался, никто не делал никаких, там, серьезных анализов, да, кроме первых, чтобы зайти в дом. Даже съемки нашей фотосессии, они длились ровно столько, сколько их снимают операторы. То есть было не важно, что тебя фотографируют, как, а было важно набить картинку. Что оператор снял? Планы, да, план такой, план такой, план такой. Ну, как бы, я могу это понять, конечно, тогда это вызывало жуткие истерики, нервы. Почему? Я хочу еще. Ну, это съемочный процесс, представьте, переснимать 17 девушек. Но каждому кажется, что все собрались только по его поводу здесь. Конечно, конечно, и это для тебя шанс жизни, и тебе же еще с тобой работают редакторы. И как бы, с одной стороны, молодцы, потому что мы были полностью в этом информационном поле, мы были полностью погружены этим проектом, и даже не замечали, что это съемочная какая-то история. Вот я прям желаю этим. Но у нас вот так вот и Рада Дурова, я даже не знаю, что с ней сейчас, она так настолько в это сильно прям поверила. Она когда не выиграла в последней серии, мы честно думали, она как-то, что тут как все навредит. На реабилитацию ее. Ну, как-то прям, знаешь, прям вот, то есть настолько вот она, если я сейчас это сделаю, то я вот смогу все. А если я не сделаю, то я не смогу ничего. Это не так. То есть вот на самом... А психологи с вами там какие-то работали были? Или они, наоборот, еще больше все расскажут? Только редакторы, вот, ну, они нас так хорошо подкручивали. Но это, кстати, очень профессиональная работа, я могу сказать. Ты, я думаю, сам тоже понимаешь, что на фабрике такое было и в любом тебе шоу, цепляются за твою сильную какую-то, знаешь, и за сильную сторону, и за сильный триггер. И тебя вот крутят, понимаешь, как волчок, понимаешь? Вот если ты там голодный все время, тебе все время, а что ты не ешь? А тебе булочку, а вот этот? Если ты нервный, тебе, а что ты нервничаешь? Что ты нервничаешь? И вот прям вот, и доводится до максимума, чтобы получить эти эмоции. Потому что мы на самом деле в обычной жизни, так как в реалити-шоу, себя не ведет никто. То есть реалити, конечно, это большая-большая работа, продюсерская, редакционная. И люди, которые этим занимаются, они, конечно, вообще уже собаку на этом съели. С вами там работали еще и над внешностью, то есть какие-то изменения в образах. И тоже на этом работали как на контрапункте, чтобы кого-то раздражать. Может быть, вот что там у вас с бритьями, покраской доводили до истерик? То есть можно ли было что-то предлагать, просить, умолять или вот тебе говорят? Ну тебя же стращают, что если ты не пойдешь на все условия, то ты вылетишь. Это как бы, ну, так было в американской версии, и это было как бы абсолютно логично, потому что эта часть тоже шоу. Но, в принципе, люди шли в какую сторону? Длинные волосы, делаем короткие. Прямые, делаем кудрявые, чтобы была разница. То есть как бы, как работает телевидение, ну, не мне тебе блондинка станет брюнеткой. Да, то есть нужен контраст. Вот как бы, так работает реально любая мейковер-шоу, какое-то переодевание женщин, даже сейчас Александром Роговым тоже была такая, стала другая, ну, Саша, как-то, мне кажется, более лояльно и более комплементарно к этому подходит. Там же нужен был эффект, вот, вау, то есть она была этой стала той. А ну, плакали, плакали, грустили, страдали, переживали. Ну, и получается, что там вы образовались по коалициям, по компаниям, сами с собой. То есть или редакторы, как ты говоришь, немножко подначили, могли там тоже, типа, а это противосказало. Ой, у меня было вообще идеально, так как я тогда уже поработала на телекомпании Краснодар, я понимала, как работает телевидение. Мне было пофигу. Мне говорили, Маш, иди скажи, что ира дура я. Ира дура. Все снимают. Это, кстати, то, о чем я сейчас говорю всем, потому что я на фабрике растерялся и ждал, что мне подскажут, что делать. Потому что большая машина, все разбираются и обязательно что-то мне скажут. Викбаев дал интервью Чурикова, я сегодня уже об этом говорил, я посмотрел вчера. Я поняла. Это новое слово реальности. Я всю жизнь подозревал о каких-то вещах. И дальше он рассказывает ей, что еще до проекта, его, Влада Соколовского, группа БИС, о чем-то подговаривали. То есть были еще и сценарные ходы до проекта. А я мальчик из деревни об этом не знал. И я всю жизнь жил в ощущении, что им, наверное, что-то говорили. А почему ко мне никто ни разу не подошел, ничего не сказал? И он вчера об этом в интервью, что вот у тех отношений были, им там говорили, вот нас там вызывали, что-то говорили. А я жил, и как бы это подтвердилось. Я думаю, я из простой семьи, и мне никто никаких сценариев не подсказал. Ждали, видимо, что я буду что-то делать. Как ты сейчас, я почему зацепился, потому что ты как-то это уловила. А я, блин, подумал, что вдруг я начну сейчас действовать сам, от себя сюда. И я стану пятым крышом, и меня выгонят. А я теперь понимаю. Меня даже не отводили никуда. То есть это не было таким каким-то тайным сговором. Это, понимаешь, мы сидим, у нас общая комната, и сидит редактор, и вот так типа, видишь, что-то неплохо. А, прямо так, у нас хотя бы были стекла там какие-то. Не-не, я прям сразу говорю, ну, Ира! Иди, иди, ее-таки держи. То есть вот до такой степени. Так тебя терпеть, наверное, не могли участницы. Нет, только Ира. Потом она была дурой. Извините. Вот, я проверю. Дорогая Ирина Ададурова, если вы смотрите сейчас эту программу, то знаете, что... А, да, еще фамилия Ададурова. Ну, видимо, оттуда пошло. А я, да, как в школе. Это не было, да, это не было никаким личным проявлением. Ну, то есть как бы я реально не понимала вообще, что все парятся. То есть для меня это в какой-то момент... А вот, кстати, странно, да, то есть я так искренне и по-настоящему проживала страх там отчисления, чего-то еще. Но вот в этом месте, да, я четко понимала, что это какая-то, ну, типа... Нужно выжить. Телепузи. Проект, что он тебе дал? Вот ты вышла наверняка, наступает следующий психологический слом, тебя перестают снимать и бегать с тобой люди. Этот проект дал мне, честно говоря, все. Этот проект дал мне очень-очень большой заряд на то, чтобы просто поменять свою жизнь. И я каждый раз теперь говорю всем и каждому, не важно, не нужно и даже наоборот, может быть, важно не победить. Когда ты побеждаешь, ты почиваешь на лаврах, и тебе кажется, что ты достиг какую-то вот ачивка произошла, и ты сидишь и такой, типа, думаешь, ааа, все, я крутой. Нет. Вот когда вот в таких вот программах, таких вот каких-то контестах, конкурсах ты не побеждаешь, ты выходишь вот с этой нужной спортивной злостью. У меня инсайт случился, ты сейчас говоришь эти слова, я понимаю, что это как в школе, знаешь, педагоги опытные знают, кому можно поставить пятерку, кому пятерку с минусом, кому четыре с плюсом. Вот как-то считывают типаж людей, которым необходимо стремиться, а некоторым наоборот, которым нужно дать эту победу. Может быть, да, кстати, ты прав, нет, это дуальная жизнь. Ну, я сразу же, как только переехала, нам еще продюсеры же говорили, у вас сейчас такие перспективы, у вас такие перспективы, у вас такие перспективы. А квартиру кто снимать будет? Я доверчивая, я думаю, ну сейчас такие перспективы. Я прихожу, неделю нет перспектив, две нет перспективы, я думаю, что номер мой забыли, я звоню, говорю, да, алло, а когда перспективы, они говорят, сейчас, сейчас, вот, вот. Я сняла комнату у девочки-модели, которую зовут Рома Милова, она выиграла конкурс на СТС, вот этот, который был топ-модель, а я у нее пересняла комнату, она на лето уехала из Москвы, я за 18 тысяч рублей сняла комнату на Курском вокзале у нее, и, в общем-то, так мой путь и начался, с приезда, со слез, я не ела вообще ничего, кроме за 200 рублей я в цветном ела еду, помнишь, там дешевые были корнеры на четвертом этаже? Подожди, главный вопрос, Собчак сука в итоге, в проекте, какой она представила? А мы с ней не общались тогда, ну она была, как вы, она была веселая, всегда с хорошим чувством юмора, она классно обшучивала все наши моменты, и, ну, еще это был, представь себе, одиннадцатый год, это золотая пара. Блондинка закончилась, дом 2 тоже. Нет. А, нет, дом 2 прошел, а блондинка только началась. Там, короче, полностью вот эта гламурная, пахнущая манталем на лабутенах, вот это все, я на нее из Краснодара смотрела, как на куклу, я вау, так что да, это был. Она вот работает, да, все равно этот шлейф образа, то есть, несмотря на то, что она могла вести себя даже адекватно, но все равно перед первой встречей ты наверняка думала о том, какой ты ее себе представляешь, то есть, тут уже сейчас войдет, начнется всех там, не знаю, ругать, ну, какие-то есть же стереотипные. Ну, а, во-первых, мы же не знали, что она ведущая. Потому что она вошла в кадр и такие, о, ведущая. Мы на площадке узнали. Там все было вот именно вот так вот, за чистую монету, то есть мы по-настоящему офигели, по-настоящему испугались, по-настоящему вау. Ну, ты понимаешь сегодня, насколько это очень странный и неочевидный выбор ведущий, при чем здесь Ксения Собчак? Ну, это всегда неочевидный и странный выбор, видишь, у нас есть опыт, у нас, у СТВ, по-моему, или уже у канала Ю был опыт с запуском с ведущей Ирины Шейк. И тоже была большая проблема, потому что Ира великолепная, Ира из индустрии, Ира суперзвезда, и она суперобаятельная, когда говорит на английском. У нее, видимо, уже склад ума и манера речи, и манера все заточена под английскую речь. И я знаю, что вот рассказывали, что она в кадре, типа, про Иру так нельзя, фанатерсанненхаусов гучи. Я помню этот проект, мы его монтировали, получали первыми серии, и это действительно у нее красивый низкий бархатный гол, и что для телека хорошо. Но когда она говорит, она получается, как будто бы говорит по-английски прикольно, потому что в ней сохраняется славянский шарм, но когда начинает по-английски, в смысле по-русски говорить, то такое ощущение, что он, наоборот, пропадает, и добавляется вот это ощущение, что пожила месяц уже с акцентом говоришь, уже слов подобрать не можешь. Ну, может быть, это вот такая ловушка. Я просто слышала, это не мое умозаключение, я, правда, это знаю, такой царь. Специалисты, да. И опять, зрители опять были недовольны. То есть, понимаешь, когда у нас была до тот момент суперяркая звезда Собчак, которая была тогда в профессии. Которая не модель. Она не модель, да, но, типа, там сыграли на том, что у нее там больше всех обложек на тот момент, всех журналов, и она, типа, умеет фотографироваться. И она со своей шутками, скоростью реакции, быстрой речью, и, типа, в то же время самая верховная, самая шикарная, самая вылизанная Ира, но, которая, и тут, говорят, а что она демидрольная, а что она не разговаривает, а что она вообще еле мучит. Ну, как бы, видишь, куда ни целуй, везде жука. Идеально не будет. После шоу ты, значит, ждала перспектив, не дождалась? Не дождалась. Я приехала в комнату на Курском вокзале с розовым лаптопом Sony Vaio. И я каждый день сама искала кастинги. Я же говорю, мой залог. Каникулы в Мексике, ты туда пришла и снялась в каком-то ролике в заставке. Тебя не взяли на сам проект, или ты... А я не шла на проект, я только в заставку. Вот этот отбор в рекламный ролик. Там были какие-то требования, или ты случайно не в ту дверь вошла, как модно говорит сейчас? Я открываю свой лаптоп Sony Vaio и пишу кастинги Москвы. За полторы тысячи рублей я это делала. Это абсолютный набор в массовку. И я просто, как бы, я так сходила, снялась в программе, большая разница вместе с Ревой и с кем-то там, знаешь, на этом. Я так выносила новогодние подарки на новогодних огоньках. Это было в поле чудес. Нет, в поле чудес не было. Вот так вот я снялась в этих каникулах в Мексике. А букву открывала бы в поле чудес? Да, а вот это мечта. Это я, кстати, бы хотела. Откройте букву А! И я. Брын. И там в итоге был какой-то специальный отбор, или в целом ты же там ходила чуть ли не голая по Москве? Со скотчем носить, когда и в трусах. Просто вокруг Метрополиса. То есть брали на кастинг по наличию готовности это сделать? Наверное, да. Я, честно говоря, вот и можете представить, что я приехала, меня никто нигде не ждет, у меня нет ни одного дела. Я пошла, устроилась в модельное агентство Point, я, значит, получаю кастинги оттуда, хожу на них, стараюсь участвовать в каких-то показах, съемках. Ну и как бы каждый день мониторинг, потому что мне правда нужны были деньги на то, чтобы есть, на то, чтобы пить. Я там помимо таких вот каких-то странных хайлайтовых телесъемок, еще там на всяких выставках стояла с рекламками, с какими-то… Что так? Я так в крошке картошки после фабрики работал. Да? Расскажи мне. Еще и мои любимые крошки картошки. Да, я работал уже до, ушел потом туда, сказал мне на кастинге, поехал, потом я утвердили, потом год гастроли полтора, потом Милайзов всех собирал потихоньку такой. Ну там, я не знаю, что там уделать, ты артист юмористического жанра, ну, с этим, давай, полюбовно расстанемся, ну, как бы давайте, мы все по очереди расстались. И я думал, что делать, что делать, что делать, что делать. Я вернулся в Питер возле Ленинградского вокзала, московского, работал в крошке картошки, да, продолжал. Потом приехала Губанова за мной, как-то в одной смене ночных, с вином, сказала, Москва слезам не верит, мы должны вернуться, я придумаю что-нибудь, и мы просидели с ночь, как в фильме, да, мы с ней всю ночь пропили вино, как в фильме, я ни хера не сделал, я нажал в машину, прийти с товаром, я ее не принял, ничего не заполнил, пришел мой директор, Наташа, по-моему, или Катя, или Лена, пришла такая, значит, я говорю, я говорю, извините, ничего не сделала, я такой уже поддатый, на вене, я говорю, надо возвращаться в Москву, и вот вернулся. Настя Губанова, это одна из наших подруг, замечательных сотрудниц телеканала Муз-ТВ, и когда я работала в Проновостях стажером за бесплатно, она тебя тянула как могла, а я там хера в тонну времени, да, без единого рубля жила в Бутово, без единого разрыва, в Бутово у друзей на матрасе сдувалась каждую ночь, потому что в нем дыра была, я сдувалась на матрасе в тряпках, чтобы ездить за бесплатно, работать на Муз-ТВ, и там я научилась монтировать, и там я научилась озвучивать, и там мы познакомились с тобой, мне кажется, поближе, и там мы познакомились с тобой, и там, собственно, родились, видимо, подавчерашние новости в том виде, который есть Сейчас вот. Ты одна из первых, это твой кейс, мне кажется, я назову тебя первый, да простите меня, медиа господь, да, в общем, мне кажется, ты первый человек, кто стал отмечать бренды на фотографиях, по-моему, даже где-то об этом рассказала, или я себе это придумал, что ты такую сделала концепцию, ты и так, значит, с напитком, ты и так, с тем, ты и так, и ты стал их отмечать, чтобы люди подумали, что, о, один пришел, бренд другой, значит, отдача идет, значит, идет конвертация, значит, надо покупать вашу рекламу, и все пошли, стали впервые покупать у тебя рекламу, я это как будто бы помню четко, что ты где-то об этом говорила вот им и мне так и понравился господи какой великолепный кейс там было 22 хитрых ходы короче смотрите мать научит первое что я сделала это да ты прав я поняла что если вдруг тебе дают рекламу кроссовок ты фотографируешься кроссовках тебе после этого шлют кроссовки кроссовки вот эти кроссовки вот эти кроссовки у людей как-то одинаково работать и берешь любой товар который интересует в этой жизни делает бутафорскую рекламу а теперь чулки и все пошел поток чулок нескончаемый просто тебе летит потому что у людей почему-то очень вот так вот работает эта схема а второе что я сделала когда он не спрашивали сколько бы вы хотели взять денег за свою рекламу я не могла им отвечать я создала почту на имя ларисы или переписывал с ними от лица своего менеджера ларисы экономия на телеграм администратор и я сама выдумывала там да мария с вами поработать за такие-то деньги много это конечно сейчас я у них прошу короче говоря я та еще сама торговалась инфо штучка да ну слушай ну сам себе кафе сам себе мороженое потому что как бы одно дело когда ты говоришь от своего собственного лица и те крутят у виска и говорит сумасшедшие какие три миллиона долларов у тебя на подписчика за твои лица лариса лара дура и дальше был период ты ходила на разные вспомнил какими самые трешовые кастинги пробы что это были за проекты возможно они вышли и они выстрелили тебе до сих пор жалко что не получилось и наоборот ты прошла и потом таки господи заморозилась все исчезло ну я помню как сейчас вот у меня был хороший кастинг на пока соленых модулины первый сезон после топ-модель по-русски я прихожу и они говорят здравствуйте какие вы делали шоу я имели ввиду какие показы я ходила за границей полетела в милан сделала там несколько показа прилетать вот меня тогда взяли вот пошла сходила я помню чтобы то есть были ахмадунили с первого раза без опыта алена алены коленях модулины то есть первый раз не взяли без опыта да 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 хотя многим кажется что там типа пройдите пройдись красивая высокая ну ну там разные же бывают красивые высокие многие а вот на кастингах в модное шоу насколько там происходит вот за закрытыми дверями бывает такое что попадется какой-то дизайнер или его помощник за 2 каждый охранник гендиректор и вот он сидит какой-то от модного дома и такой дура страшная пошла туда-сюда и саваш помните были пуховики савадок или со всех преследую у них был офис какой-то зигурат просто невероятно стеклянный где-то вдали до отдаления центра я помню что мы пришли нас построили в ряд и женщина которая проводила этот кастинг она конечно очень жестко почему ты сиськи здоровые это вообще какая-то такая прям в лицо вот так ходила говорила я прям кипела я прям что-то гавкнула я помню то есть это было как-то вот очень странно утверждался но это было прям знаешь как-то странно у нас вот например есть примеры мой любимый любимый артем кривда который делает значит куча куча всех работ для mercury и он какой-то момент появился в москве вот и все и значит а модные движухи и у меня до этого были все работы связанные с луи виттоном ну то естественно местные но как бы как только какая-то история сразу же как-то вот там bosco family вот это боско дичельежи и вот эти все вещи я сразу там приходит кривда меня не берут вот он меня сливает отовсюду просто закрыл перекрыл меня приходит кастинг там 12 дня кастинку кривды я думаю не берет он меня в итоге спустя года мы с ним стали чуть ли не лучшие друзья замечательные отношения все прекрасно поди выяснила но я не выяснила я знаю но у него другой типаж у него другое вообще совершенно было отношение плюс ко всему на него как раз тоже все обижались и говорили как он жесткий как он может нам заговорить у него офигенное чувство юмора и он никогда не говорил вот никакого нагарова ну чё ты всегда пришла тебя так миладзев под танцовку ты посмотри какая ты пошла и другие почему-то оскорблялись обижались и думали что он их как бы обижает я в него была влюблена уже сразу со старта бутылка мне не брал на работу мне нужны были деньги я помню как я выхожу из этого mercury на красную площадь и сплачу нету тысячи рублей последние до метро и на гречку и он меня не взял на показ за 12 тысяч а мама этот кривда в общем разные бывали в жизни кастинги разные бывали ситуации а как вот у моделей насколько это тяжело прорваться в какие-то эти слои чувствуются ли эти слои внутри индустрии что сейчас я вот типа даже как артист категории артист категории bc да и тогда конечно же так как это происходит что-то лоббирует себя опла то есть видела ли ты уже в индустрии находясь что кто-то себе помогает где-то что-то у кого-то не знаю любовник кого-то привезли кто-то уже пришел без кастинга а и на кастинге не было принципе любая индустрия развлечений или шоу показов съемок и так далее все что связано с тем чтобы быть на виду и с тем чтобы каким-то образом себя репрезентовать она завязана на связях нельзя быть фросе бурлаковой понимаешь не 6 стаканов чаю и просто добывают случаи когда ты вот мерзкая по характеру такая хорошая не никогда ты понимаешь вот просто вот есть случай мальчик на скейте катился врезался в карла лагерфельда на следующий день он лицо шанель и все и везде и вот так вот у него карьера легенда это не легенда есть такие случаи в принципе в основном эта работа и работа завязанная на коммуникации и как бы когда ты очень отстраненная и как бы вне индустрии пытаешься только за счет своих каких-то вот базовых настроек до подходящих как-то туда прорваться но это не совсем правильный путь правильный путь это все-таки узнавать людей знакомиться поддерживать дружеские отношения сходить там на обед с вами там на выставку где-то встретиться быть полезным друг другу понимать чем ты можешь быть то есть как бы на самом деле чему я рада как мне кажется ушли времена вот этих страшных историй про жадных продюсеров отнимающих паспорта х 1 уважающих женщин в турцию чтоб они потом пели им песни ну короче я думаю что сейчас мы перешли уже на такой более осознанный уровень общения и коммуникации в этих сферах и все происходит намного более к счастью лояльно и в рамках приличного поведения проект подиум ты рассказывала про него уже чуть-чуть как туда состоялся кастинг кого-то видела рядом перед тобой за и как это было вот когда вас трактовали на ведущих ты говорила о том что там как раз был жесткий год нас развели я не знаю кто ты через шторки там или списки по разным дням недели фигуры юдашкина была уже изначально утверждена их не подбирали но нет у нас подбирали в пару в динамичный дуэт с тимом ильясовым мы в итоге были ведущими я так знаю что на роль тима было несколько человек я не помню с кем я еще записывалась вот на роль тима на мою роль точно были еще люди 2019 год это абсолютный был апофеоз моих контрактов по всему миру со всеми брендами со всеми телепроектами со всеми телешоу то есть у меня примерно 14 проектов в неделю честно говоря мне так было по барабану кто там со мной трактуется на проект подиум потому что ну правда ну и тогда вот это ну 2019 год он перед ковидный то есть у нас 1 1 1 1 сход с рельсов произошел в двадцатом вот девятнадцатый это я прям в зените то есть у меня у меня три три четыре поездки понимаешь в нью-йорк в париже в милан за месяц каждый месяц и проекты там то тебе сто лет завода джек дэниелс то тебе эмиль раташковский новые духи покажет но тебе-то себе все западные тенденции ты к нам сюда привозила везла сама в склещатых сумках дата мне рассказывала нам о том чем дышит мир у меня тогда вышел еще и компейн римок одновременно и какие-то еще были большие хайлайтовые вещи все журналы когда у нас были пересняты то есть действительно огромное количество было работы и проект подиум он был один из в общем ты не удивлена была тот момент что в принципе удивляться древние лучше подали тебе эта уверенность или наоборот бывает что она мешает мне уверенности конечно же помогла мне не помогло тогда то что мы столкнулись производственной проблемой мне не понравилась съемочная группа мне не понравилось линейный продюсер я до сих пор не удалили щитовидку после этого проекта подиум потому что то есть не канал канал вот люди когда принимают программу он не разбирается время не сидит а вот человек который конечно было там одной из людей которые этим занимаются это конечно было просто катастрофически это было плохо и тогда и с моей стороны моя команда ним не приняла должного участия в регулировании этих вопросов и поэтому я не очень добрыми словами вспоминаю но вот можно было бы сделать и лучший к то есть на своем уровне тогда в целом со своим опытом и со своей компетенцией ты могла бы настоять команды чтобы даже этого человека заменили если он я не знаю я не знаю не там просто было ну вот как бы как раз таки другое неправильная позиция нет я сама я помню что я весь свой гонорар от полученные от этого сама же вы вложила в стилиста чтобы каждый раз появляться в каждой серии в платье российского дизайнера мы сами разработали эту концепцию я вначале еще всем говорю друзья поймите я не хайди клуб меня уже ненавидят мы еще не начали снимать я уже хуже поэтому мы должны сделать так чтобы у этого была история легенды класс это вот то о чем я говорю как креативный продюсер что нужна легенда концепция стратегия любом проекте если ты тем более приходишь в него уже как звезда я всегда удивляюсь когда это видно сразу когда человек в кадре выглядит хуже а другой вау и ты понимаешь теперь чтобы наверно просто своего кармана докладывать да ну просто как бы у нас там было ой но это было ужасно то есть как бы могли быть правда могли быть такие комментарии мы значит подготовили всех российских брендов по одному платье у нас там был значит и его ковшей мистер абнер и значит историям нот было платья алены ахмадуллиной и всех 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 то есть я думала что это тоже такой стейтмент заявление чтобы поддерживать лично дизайнер укрыт дарь выпустит и что я помню что мы значит посмотрели неделю моды в лондоне красивый виниловый плащ я значит виниловом плаще ну и заходит человек далекий от моды говорит а чё она у нас это чё за бдсм зачем она у нас пусть идет на другой канал ну то есть вот такой мог прилететь комментарии от человека который в принципе не был компетентен ни в модном вопросе ни в принципе даже со мной я думаю что так не должен был заказчик рекламы который очень часто думает что он знает твою цель в аудитории свой продукт как представить у тебя же но по-другому в общем я сильно тогда помаялась да я очень сильно я очень тоже болезненно переживала то что я опять подумал что нужно сделать на полную катушку на тебя просили на кастинге быть кем-то что-то специальное делать какая была установка быть собой читать текст читать текст но потом единственно что была проблема до что редактором ты уже менял этих под себя не вот мне не дали сказать ни слова от себя и это тоже как бы было расстройство то есть как бы по сути моя причесать моя супер сила это как бы фристайл и разговор от себя смешные шутки ситуативный юмор а тут мне просто давали там несколько подводок и в общем то на этом и заканчивалась и как только я пыталась что-то сказать от себя не говорили так идем по тексту тебе приятно было в проекте подиум оказаться что дал тебе этот принес проект самый такой хайлайтовый момент который я помню помимо удалений до приезжаю в амедию и там снимали топ модель по-русски и нас выгоняли в студии в амедии домой а тут я приезжаю в амедию открывай павильон а это моя студия я ведущая и отстроена вот она вся и я захожу такая думаю да хорошо хорошо это я вернулась да были предложения еще спровоцировал ли ты поток предложений в общем был сезонная лая решка россия это произошло следующим образом были гостевые выпуски нас брали по еду галич меня еще каких-то ребят родригеса по одной по одной серии каждому давали орел решка по россии за одну тестировали и я ездила по калининград и я помню так сильно расстаралась не так хотел чтобы было круто что да спустя какое-то время нас с и дочкой вдвоем на ведущих на орел и решка мы были очень рады очень счастливы и в тот день когда нам нужно уезжать через неделю на не заиграть я беременна я никуда не еду и я такая не могла потерпеть не могла родить вчера вот и поэтому она мне тогда дали в ведущий марью горбань ну мы не не сработали мы не не сработались мы не подходим не красиво смотримся у нас разный юмор у нас разный темперамент мы нормально поладили бы нормально сняли сезон никаких проблем но дарматургии не было между вами не химии не драматургии не ума не фантазии вот мне тоже не понравилось поэтому у нас это быстро история сегодня сезона закончилась а второе что самое обидное это самое обидное у меня второй сезон орла и решки я в него собираюсь начинается к вид мне говорят ну ничего сейчас поедем значит в июне я жду в июне мне говорят ну ничего сейчас поедем в августе я звоню в августе гриночо поедем не горят так регина поехала надо было позвонить вчера надо было родить вчера это послушай в итоге у нас есть прекрасный ребенок во вторых у меня есть прекрасная богиня шопинга третьих у меня есть потрясающий позавчерашние новости вела орешка все равно да а позавчерашние новости я как раз после вот этого события и сделала я так осерчало, что я создала свой проект. Будущее. Кем ты себя видишь, вот если рассматривать себя как бренд, куда ты сама идешь? Ну, я вижу себя в роли ведущей. Мне действительно это нравится. Мне кажется, что у меня это получается. Я бы готова была даже, знаешь, вложить вот какие-то силы для того, чтобы больше узнать, больше научиться, больше... Образовать. Да. Ну, то есть, каким-то образом еще улучшить скилл для того, чтобы стать, ну, прям, ну, типа, супер-вал. Вот это вот мне интересно. А так я живу по наитию. Вот мне пришла в голову какая-то идея классного проекта. Да. Предложили что-то со стороны и это оказалось чем-то суперзаманчивым и интересным. Почему нет? Ну, пока что горизонт планирования короткий, да? Увидимся в мае. Коротко о нашем разговоре в целом. Что одевать на кастинг? Читайте ТЗ. Если у вас в техническом задании стоит задача быть плюсайза, быть жизнерадостным, веселым, пышащим, здоровьем человеком, ну, типа, плюсайз. Условия шоу. Условия шоу. То, пожалуйста, подчеркните это, и вы не прогадаете. Если у вас по задаче и по условию, да, вы метр пятьдесят, блондин и акробат, то если вы чернобровая итальянка, лучше не ходить вообще. Каких параметров должна быть модель? На данный момент ответ вопрос о звездочках. Любых? Не любых, но сейчас пошел тренд опять на суперхудобу. Суперхудые, супертощие, такие вот, да, обезвоженные модели. А это как будто бы синусоиды, которые постоянно будут. Ну, это так всегда, это тренды. Это тренды, это коры, это веяние, это сезоны, это бывает. Что подготовить с собой заранее на кастинг? Это бродик. Я думал, номер песни. Бутербродик это хорошо. Ну, опять же, о каком кастинге мы говорим? Если мы идем на фабрику звезд, ну, песню выучи, пожалуйста. Если ты идешь на танцы, ну, танец как-то поставь. Если ты идешь на модельный кастинг, ну, постарайся научиться ходить на каблуках, постарайся сделать так, чтобы тебя не шатало и не слово все стороны от двух шагов. Знакомиться с работниками, обмениваться контактами, пытаться сразу вот или... В каждом процессе важно помнить, без фанатизма. То есть, весь наражен и каким-то образом пытаться у всех людей, кто был на съемочной площадке от оператора кастинг-директор, например, полезный человек, хороший и приятный, можно с ним ударить по рукам и обменяться контактами. Попасть в проект через постель допустимо? Нет, я не буду. Я не думаю, что это возможно. Стоит ли привлекать юриста перед подписанием контракта или в целом? Да, да, всегда. Если вам дают документы, пожалуйста, пожалуйста, прочитайте их, посмотрите их. А вдруг там что? Там разные бывают. Отказали, как пережить? Любой кастинг не стоит ни капли ваших слез, ни секунды ваших нервов. Это все просто дурацкая ситуация. И каждый день вам предоставится еще много-много-много возможностей, в которых вы выиграете и будете блистать. Если сказали да, три главных совета, ты прошел на шоу в проект. Что делать первым делом? Первым делом нужно понять, что это очень-очень страшно, потому что дальше начинается работа. До этого вы участвовали в конкурсе «Классный я или не классный». После этого вам нужно прячься в этот плуг, идти работать, стараться и выкладываться на максимум. Поэтому трех советов не будет, будет один совет. Приготовьтесь. Что ты обо мне думаешь? Мы с тобой уже 15 тысяч лет, друзья, что я тебя думаю? Я думаю, что мы с тобой давным-давно не ходили по барам. Ммм, это хорошо. Но ты не пьешь 6 лет, мы с тобой не ходили. Что надеть на выход из зоны комфорта? Сносательный жилет. Сформулируй три основных эмоции сейчас в тебе. Голод, эмоция голод. Эмоция приятно вспомнить прошлое, эмоция рада тебе видеть. Как ты считаешь, вообще полезен ли опыт участников различных проектов и шоу, людей, которые прошли кастинги для других людей, которые вот смотрят, наверняка хотят, что их останавливают? Мы в принципе целыми днями в нашей жизни сталкиваемся с тем, что либо нас выбирают, либо мы выбираем. Это просто не обставлено так, что ты заходишь в одну комнату и там еще 30 человек. Все на тебя смотрят и ставят галочки. Поэтому этот опыт, он в принципе важен. Во-первых, помните, главное, никакой отказ никогда в жизни не сделает вам хуже, иногда даже лучше. Иногда что-то не сделать, но много полезнее, чем сделать. Чтобы попасть на какой-то проект, шоу или что-то еще, вам никто не придет, за руку не приведет, вот так вот из грядки не выцепит и не поведет куда-то, где все происходит. Ищите сами, читайте в интернете. Вот хотите вы быть певцом? Ну, про мониторьте вы кастинги на пение, знаете, хотите вы быть артистом? Ну, попробуйте вы себя в каких-нибудь, знаешь, я не знаю, массовках, групповках, что-то еще. Сделайте пешек и никогда не гонитесь за длинным рублем. Сначала просто попробуйте, просто воспринимите это как фан и как какую-то прикольную активность. Маша Миногарова, топ-модель по-русски начинала с этого свой путь, и сегодня она топ-ведущая по-русски, топ-моделинг по-русски, топ-актриса, топ-блогинг, конечно, все подряд, и ее путь очень важен, Маша, это потрясающе, что ты продолжаешь радоваться, и после стольких нет, на самом деле, это прикольный опыт отказа, даже за границей в топовых компаниях берут, наоборот, в работу людей, у которых есть кейсы, когда они собрали себя как из пепла. Да, это правда. В общем, проект «Пропуск» для тех, кто жаждет, хочет обрести свой кусок медийности, не знает, за что схватиться, как его приготовить. В общем, здесь все советы, так что подписывайтесь, пишите комментарии, советуйте друзьям, и приходите сюда, получайте свой пропуск в жизнь, возможно, я вас приглашу. Счастливо, всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!